ПЕСНЯ Но тайными прекрасными к себе уже влекут За выражение ими, хоть рад им или не рад Они волшебной химией вдруг в сердце норовят Они как смесь гремучая, как неуемный труд Но нет замены лучшей им, и потому живут Здравствуйте, дорогие друзья! Я начала встречу с вами с такого стихотворения Которое говорит о том, что я пишу стихи Зовут меня Зазимка Светлана Витальевна Родилась я в Сибири, окончила Тюменский педагогический институт Работала в школе учителем и завычем Затем редактором городской газеты в закрытом городе Свердловской области А с 1980 года моя семья переехала в город Димитровград Там я трудилась в научно-исследовательском институте атомных реакторов Стихи меня сопровождают всю мою жизнь Начиная с детства, со школьных лет И первые публикации были, когда я училась еще в восьмом классе в районной газете О детстве хотелось бы рассказать именно стихами Я подобрала и скомпоновала Такой небольшой раздел для нашей встречи О детстве из стихов, которые были написаны в разные годы жизни Вот есть у меня копия такой фотографии К ней я не так давно написала стихотворение «Дети войны» Мама, братья, сестра, я первая Только с нами здесь нет отца Сколько снимков таких, наверное, отправлялась на фронт бойца Годы минули, мысли хмурые одолели опять меня Ту далекую, белокурую, не признала б во мне родня Признавать-то уже и некому Я под солнцем за всех одна Да в глазах под наврядшими веками Сорок третий тот год, война И редеет мое поколение Все мы дети войны Так о нас Старым снимком, хотя бы на мгновение Возвращу себе детство сейчас Платьице Ах, как быстро годы катятся Не унять, не придержать Снова вспомнилась мне платьице Что когда-то сшила мать Ситца алого В горошину И оборочки вокруг Да чего ж оно хорошее Нет такого у подруг Я носилась вместе с братцами По оврагам и лесам И на дерево взобраться мне Не сложнее, чем сорванцам И смешно сейчас, и грустно мне Был тогда неведом страх Под ногой в ветках Руснула Я повисла на суках Как трещали те оборочки Будто слышу наяву Покатились по пригорочку Те горошины в траву Платьем чистила царапины Нанося кровавый след И горохом слезы капали Над несчастьем В десять лет В жизни много было ношено Одеяний дорогих Но то алое В горошину Мне милее Всех других Вот такое мое Послевоенное детство И воспоминания, конечно, о том времени Бывают не самые радостные Играл оркестр Иду сегодня на концерт Там духовой оркестр играет И в ожидании замирает душа Как в детстве В десять лет На клубной площади была Из досок сбитая эстрада Там мощно музыка плыла Вокруг, не ведая преграды Взмывали с веток Ввысь грачи И замирали разом галки Мы забывали про мечи И самодельные скакалки Прошли года Ну, помню вот На сцене был Высокий ящик На нем без ноги Барабанщик Закрыв глаза Играл поход Трубач Один рукав в кармане Вздыхал надрывно Ой, туманы И молча слезы лил Народ Ах, как трудились трубачи Как надували свои щеки Плыл над поселком Марш высокий И были слезы Горячи Мы слушали Открывший рот Хоть мелюзга Но понимали То Отчего не танцевали Никто Ни вальсы Ни фокстрот Дядя Паша Я помню дядю Пашу Соседа через дом С утра бывало Машет он острым топором Звучат удары Гулка Разносится вокруг И нет по переулку Мастеровитей рук Он бревна ладит Люба Чтоб плотно все легли А рядом К стенке сруба Приткнулись костыли Я помню дядю Пашу Как под его мехи На новоселье пляшут Юнцы и старики Жена Маруся резко Зардевшись Дрови бьет И как в войне В отместку Отчаянно поет Хорошо тому живется У кого одна нога И портяночка не трется И не надо сапога Сквозь годы Не забыла Хоть их Давно уж нет А им в ту пору было Всего по тридцать лет Ну и, конечно, в детстве мы любили Побегать по лесам, по врагам Покупаться в речке И вот у меня такое стихотворение Есть «Речка» Ее мы звали просто «Речка» Другого имени не знали Делили детство с ней беспечно Купались, плавали, ныряли У берегов ее высоких Как пескари все дни плескались Река казалась нам широкой В ней даже омуты встречались У всех сложилась жизнь иначе Тут никуда уже не деться Ну вот мне выпала удача Вновь побывать в пределах детства Здесь ребятня С таким же визгом В моей реке проводит лето Летят фонтаном светлым брызги И солнце так же ярко светит Гляжу вокруг И сердце сжалось Не речка, стала я другою Она широкой нам казалась Когда мы были мелюзгою Немало рек я повидала В родном краю и в дальних странах Но никогда не забывала Речушку детства без названия Синокоз Июльский сон и был, и не был Проснешься с третьим петухом А мать уже нарежет хлеба Нальет парное молоко И снова конь до волокуша До липкий пот в глаза течет И можно только слушать, слушать Как лето дышит горячо Нет ничего другого в мире И вилы вздрогнут, и замрут Шутливый голос бригадира Проворней замуж не возьму И смех мгновенно, как из пушки Сойдет раскатом по реке И у березовой опушки Развесит блики на листве А в темноте костер устана С реки прохлада, как наркоз И даже ночью Непрестанно Мне снится тоже Синокоз Юный гармонист Ровесника звали Федя Жил по соседству он Шутили тогда соседи, что Федя в меня влюблен Он в клуб приносил гармошку Все танцы подряд играл Ни разу и ненарочно со мною не танцевал Мы все в первый раз любили Была у него беда Мои кавалеры были старше, чем он тогда И кто-то из них порою стоял у крыльца со мной Гармошку обняв рукою Он медленно шел домой Жизнь всех нас потом разлучила По истечении лет Танцоров я тех забыла А гармониста нет Конечно, с возрастом хочется посещать Те места, где жил, где влюблялся, где рос И вот есть у меня стихотворение Называется «Цветы детства» Бурьяном весь заросший дворик Ворот скосившийся проем В мечтах был сладок Я вью, горек Свидание час с тобой, мой дом Ты с покосившейся крышей И обвалившейся трубой Давно уже наладан дышишь Ненужный никому такой И я совсем нежданной гостей Куда ушли десятки лет Шепчу с тоской, как на погосте Прощай тебе, а не привет Стою, глаза поднять не смея Мне больно знать тебя таким А в снах опять цветут космеи Как в детстве под окном твоим Вот тему детства я закрываю И перехожу к студенческой поре Ну, конечно, учеба в институте Это незабываемое время Поскольку я много читала до школы То мне было очень легко учиться И радостно И ребята-старшекурсники С четвертого, пятого курсов Они меня, первокурсницу Стали вводить с собой В литобъединение При областной газете Тюменский комсомолец И впервые в Тюмени Будучи студенткой Я читала свои стихи По областному радио И благодаря знакомству С большим, как оказалось Впоследствии, поэтом, писателем Юваном Николаевичем Шесталовым Основоположником Мансийской литературы Он писал и на языке Мансии И на русском языке И работал только что Открывшимся На только что открывшемся телевидении И он в числе других Пригласил меня тоже читать Мои стихи После института Я жила с семьей В закрытом городе Назывался Свердловск-45 Теперь это называется Город лесной Свердловской области Но это очень далеко На север в горы От Свердловска Поэтому часто В Свердловске не доводилось Быть Но дважды Меня пригласили На семинары Совещания молодых писателей И по заключению Моих руководителей Семинаров Юрия Александровича Трифонова Льва Леонидовича Леонидовича Собокина Ответственного секретаря Свердловского отделения Союза писателей Российской Федерации Я прошла там удачно О чем у меня вот Есть здесь Их Письма Но я не буду Об этом Говорить Очень поддержал меня Сорокин Лев Леонидович Вот такой Записью на своей книжке Второе дыхание Светлане Зазимко С верой В ее поэтический путь Лев Сорокин И На следующем Семинаре Он мне Еще раз Сказал Что пишите Побольше И сказал Что он Просто заставляет Меня это делать И написал Светлане еще раз С пожеланием Творческих побед И вот эти книжечки Я всегда храню Вспоминаю Эту юность Ну и большое влияние И поддержку В своем творчестве Я получила От моего Бывшего преподавателя Институтского И впоследствии Он работал В Техии И В Государственном Институте Русского языка В Москве Это большой Ученый Автор многих Книг Учебников И учебных пособий По русскому языку Для студентов Для школьников И У меня В книжке Здравствуй день Есть фотографии Совместные Которые я тоже Очень дорожу С преподавателем С преподавателем Студентских лет Борисом Ивановичем Фоминых Ныне Профессором Доктором Наук Зав Кафедрой Русского Языка Московского Государственного Института Русского Языка Пушкина Москва 7 июня 2011 Года Он Сделал Обзор Критический Обзор Моих Стихов И Отозвался Очень положительно И И только после этого Я Осмелилась Попытаться Вступить В Союз Писателей С его Так сказать Подачи Ну и Конечно Очень благодарна Ульяновскому Региональному Отделению Союза Писателей России Что Отнеслись Ко мне Благосклонно Доброжелательно И Теперь я Состою В Союзе Писателей России Поездка В прошлое Мокнет город Мокнут Желтые Березы Чужие Люди Вскинув Зонтики Идут Я в этом Городе Не раз Роняла Слезы Не раз Улыбки Согревали Меня тут Дома И улицы Как будто Бы все Те же И дождь По-прежнему Здесь Сутками Идет Лицо Знакомое Мелькнет Все реже Реже Да и Меня Уже Никто Не Узнает Октябрь Туманами Завесит Снова Утро Раскинет Россыпью Листву Среди Берез А в ее Как у меня Мы с ним Мы с ним Одновременно Печатались В Димитровградской Газете Слово Вот здесь Веселые рассказы Веселые рассказы Моего сына Прозе Мне одно название нравится Моя семья Моя семья И другие Животные Вот Здесь вот Его Лирические стихи И Вот мое Маленькое А сейчас Сергей Живет В Петербурге Он Автор Многих Уже Книг В Прозе Вот совершенно На днях Я получила Свежий роман Из серии Смерть на кекладах У Сергея Большой интерес К литературе К истории К искусству Ну а поскольку Он закончил Военный институт В Москве То Он Преломляет Эти познания Включая В свои книги И Создает Как называют Многие Кто откликается На его книги Интеллектуальными Детективами Мне бы хотелось Конечно Чтобы Он продолжал Эту работу Сергей Взял Авторский Псевдоним Сергей Изуграфов Это моя Фамилия По Родителям У него вышло Уже Достаточно Много книг Он успешно Работает И я Рада Что В чем-то Есть Моя заслуга Что у меня Вырос Такой Ребенок Спасибо Около И охот Над судьбой Откуда Вдохновению Минутки лишней Нет Уймись Стихотворение Все Суета Сует А ты Меня не Слушаешь И рифмами Дыша Опять Тревожишь Душу И ждешь Карандаша Минутки лишней